Ребята, всем привет! С вами интернет-магазин Antilife.com.ua Меня зовут Александр. Хочу записать для вас очень такой, по моему мнению, интересный обзор, полезный. Будет он называться «Как восстановить имей». Касается этот обзор только восстановления имей на телефонах. В каких случаях может вам это потребоваться? Ну, например, если неудачно прошились, форматировали смартфон. И после формата обычно в смартфоне, если проверить имей, можно увидеть вот такую информацию. Неверный имей. Это значит, что если мы поставим симки в этот смартфон, то у нас, грубо говоря, ничего не будет работать в плане сим-карт. И мы не сможем звонить друг другу. Я выбрал для теста модель GAU-G3C по той причине, из-за того, что на этом смартфоне для меня лично очень просто получить рут-права. Чтобы восстановить имей, нам в первую очередь на смартфоне нужно получить рут-права. Я буду показывать и делать все так, как я привык, так как мне легче всего и так, как мы это делаем. Хочу сказать, что рут-права можно получать очень многими способами. Можно получать через MTK Droid Tools, можно через V-ROOT, можно через Frama Root. GAU-G3C я буду получать рут через программку MTK Droid Root Tools. Подключаю вот такой вот кабель к компьютеру. И дальше смотрим уже на экране моего ноутбука. Распознала программа наш смартфон, распознала все его данные. Здесь и моих нет. Через MTK Droid Tools я нажимаю рут. Здесь я нажимаю да. Он его делает с ним все вот эти вот необходимые операции. Рут на GAU, на G4, на G5, на G3C, на GAU любых. Получается очень легко. Далее я устанавливаю SuperUser и вместе с ним Root Explorer. Это та программа, которая нам потребуется непосредственно для установки необходимого файла в наш смартфон. Также из этой программы, по ходу так расскажу, из этой программы можно установить Recovery. Давайте просто поставлю. Оно очень просто все ставится. Абсолютно без проблем. Можно слить прошивку, можно сделать бэкап, можно установить этот потом бэкап, можно сохранить имей, можно их потом восстановить, эти имей в любом другом телефоне. В общем, очень интересная программа. Я вот, в принципе, сделал все манипуляции. Теперь в этой же программе я нажимаю reboot и перезагружаю наш смартфон. Смартфон выключается, сам перезагружается. После включения сейчас на нем появятся необходимые программы. Необходимые программы для нас это Root Explorer, это SuperUser, ну и, собственно, Root права. То есть без Root прав вы ничего не сможете сделать, так как восстановить имей после неудачной прошивки или просто его поменять вы сможете только с наличием SuperUser. Вот я установил вот эти вот программки. Вот у меня есть Root, есть MobileUncle, есть SuperUser. Вот эти вот программы мне будут необходимы для прописи необходимых нам имей. По-прежнему на смартфоне имей нет. Имей просто неверное пишет. Что нам теперь нужно делать? В этом обзоре, снизу в описании, я выложу для вас и вот эту вот программку MTKDroidTools и выложу программу, которая делает необходимый файл с прописанными имейами. Теперь, откуда брать эти имей? Смотрите, их можно взять с коробки. Иногда эти имей предоставляются на коробке, иногда на самом телефоне. В основном двухсимочные телефоны, они идут с двумя имейами. Но очень часто бывает так, что вот как в этом случае, имей у нас на телефоне один. Если вам видно, надеюсь, что видно. Вот он сверху написан, имей один. Что делать в этой ситуации, когда у нас две симки, но прописан на коробке или на телефоне всего один имей? Имей это определенная последовательность цифр. И как мы делаем в таких случаях? Вот последняя цифра у нас 65. Плюсуем к ней плюс 8. И получается у нас в конце будет не 65, а 73. Это у нас будет второй имей. Это работает не всегда. Да, бывает работает, бывает нет. Зачастую этот файл создается, работает. Что я имею ввиду, я вам сейчас покажу. Если вдруг не работает, то можно прописать, например, плюс 9. И вот методом подбора подбирать этот имей. Для меня это самый простой, самый быстрый, если знать, что делать, в какой последовательности. И, конечно же, если иметь root на нашем смартфоне, то тогда, конечно же, можно это все делать без проблем и очень быстро. Это основное условие, чтобы на вашем смартфоне был root. Я не буду вдаваться в подробности, как именно получать root. Root вы сможете уже получить, разобраться самостоятельно, либо с помощью вот этой вот программы, либо через Vroot, либо через FramaRoot. Ну, в общем, root можно получить довольно-таки легко. А вот имей, как менять, это уже другое дело. Теперь переходим сюда. Значит, для того, чтобы нам создать файл root, у меня есть на компьютере вот такая вот папка. Располагается она у меня, вот компьютер, диск C и сразу папочка имей. Здесь есть необходимые файлы, здесь есть readme, есть адрес, куда потом прописывать в телефон этот файл. Есть адрес, что прописывать в команде через пуск. Сейчас я вам это буду показывать. Ну и, собственно, я этот файл вам скину. Вы сможете, желаю, советую вам устанавливать его, эту папку, вот сразу же в корне диска C. Так вам будет проще всего. Далее, что мы делаем дальше? Через пуск мы вводим cnd. Здесь мы вызываем вот такое вот меню. В меню мы прописываем следующее. Есть у нас папка, есть у меня вот здесь записанные данные. В меню мы прописываем следующее. Мы прописываем местонахождение загрузочного экзефайла. После идет пробел. Имей первый, пробел, имей второй, пробел. И тоже путь, месторасположение этой папки. Нам нужно на выходе получить вот такой вот файл, который мы потом скинем на наш смартфон. И, грубо говоря, пропишем эти имей. Открываю я программу, чтобы вот было вот так вот подробно видно. И начинаю набирать. С, двоеточие, имей, имей. Пробел. Первый имей я беру вот с телефона. Я его сейчас перепишу. Здесь у нас 86, 81, 300, 10, 98, 74, 65. Нажимаю пробел. И, как я говорил, вместо 65 я ставлю 73. То есть все то же самое. 74 и 73. Далее я нажимаю пробел. Все, как показано у меня вот здесь. И далее то же самое. С, имей, большими буквами М, П, О, В, нижний дефис и 1. Я прописал, я задал необходимую информацию. Нам нужно на выходе получить этот файл. Нажимаю я Enter. Как мы видим, программа показала, что у нас создался файл. Он корректный. Если бы прописался первый имей, второй имей. Если бы у нас была какая-то ошибка и эти имей не подходили, то программа нам бы выдала соответствующий результат. Программу эту закрываю. Readme файл закрываю. И вот среди вот этих вот файлов появился у нас вот такой вот MPOP, нижний прочерк 1.1.0. Что теперь делаем дальше? Делаем следующее. Мы включаем наш смартфон. Подключаем его через кабель к компьютеру. Цель наша такая, чтобы этот файл, который мы только что сделали, закинуть на телефон. Телефон включается. Я думаю, все знают, как перекинуть какую-то информацию. Включаем USB накопитель. Компьютер у нас сейчас определит эту карточку памяти, которая у меня стоит. Я беру этот MPOP, копирую и вставляю его, например, мне удобно в DeadSIM. Я его скопировал. Теперь делаем следующее. Телефон отключаем. И дальше нам компьютер не нужен. Мы делаем действие только с нашим смартфоном. Подготавливается у меня SD-карта. Далее делаем следующее. Заходим. Теперь нам нужны root-права. Заходим в root-explorer. Предоставляем права суперпользователя. Вот вы видите, что оно запросило их. И ищем вот этот наш файл. У меня стоит здесь SD-карта. И скинут этот файл у меня на D-SIM. Вот я его копирую. И далее обращаемся опять же к компьютеру. В этой программке, в этих файлах у меня есть readme-файл, текстовый документ, где указан адрес, по какому нам нужно вставить. Вот это вот все. Переходим к телефону, возвращаемся назад. Ну и, собственно, будем сейчас искать, куда же нам его вставить. Так, путь у нас начинается с папки data, потом nv-ram, потом md, потом снова nv-ram, потом nvd-email. и тут у нас нам нужно уже, во-первых, есть у нас уже этот файл здесь в этой папке, нам нужно вставить. А, нет, у нас его здесь вообще не было. Теперь выделяем его и разрешение. Тут выделяем вот эти все галочки абсолютно и нажимаем ok. изменение разрешения произошло успешно. Делаем следующее. Я обычно включаю режим полета и, в принципе, можно даже перезагрузить наш смартфон. То есть, я прописал этот файл, прописал этот файл с этими имейами. В принципе, оно сейчас должно прописаться, вся необходимая информация. Я прописал два новых имейя. Сейчас мы телефон включим, выключим режим полета и посмотрим на результат. Выключаем режим полета. И мы неверны. Значит, делаем следующее. заходим по тому же адресу data nvram md nvram и вот этот вот файл, по нему видно, что он немножко не того формата. Верхний, первый файл и второй файл. И мы его переименовываем. Переименовываем и вместо нуля, точнее, вместо буквы O поставим ноль. Не дает оно нам сохранить. Этот удаляем. Этот переименовываем. Сохранить. Еще раз проверяем наше разрешение. Разрешение у нас стоит так, как нужно. Снова ставим режим полета. Перезагружаем наш смартфон. И будем смотреть снова на результат. Выключаем режим полета. Отключаем его. И проверяем e-mail. E-mail у нас прописаны. Теперь можно ставить симку. И смартфон у нас готов полноценно к работе. В чем моя была ошибка? Почему мне пришлось делать вот эту последнюю манипуляцию, что я удалил первый файл, потом переименовал второй? Ошибка в том, что переходим к компьютеру. Вот этот вот файл, конечный, вот этот вот. У меня здесь написано английскими буквами mp, потом у меня записан я вводил O английскую, а здесь у меня ноль. Это ноль. B нижний прочерк 001. А я создал только что файл. Этот файл назывался у меня mpob, а нужно mp0b. Итак, в принципе, я вам все рассказал. Вот эти вот mtk.droid.tools будет в описании к программке. Вот эти вот все файлы e-mail папка будет в программе. Этот readme файл тоже будет. То есть этот адрес вы сможете посмотреть. По порядку, что вам нужно, чтобы восстановить e-mail, которые слетели. Во-первых, нужно всеми доступными способами получить root. После root можно через mtk.droid.tools, когда есть root, можно в этой программе любой смартфон поставить на него супер-юзер, можно любой смартфон поставить recovery, но сейчас не об этом. Когда вы поставили супер-юзер, не обязательно ставить recovery, это я просто вам показывал. То есть супер-юзер поставили, перезагрузили смартфон, создали себе через папку e-mail на компьютере этот файл, после перенесли его на смартфон, зашли через программку root explorer, в этой программке нашли этот файл, куда вы его скинули, скопировали, занесли его по указанному адресу, data, nv-ram и так далее, нажали на него меню, как свойство, разрешение, выделили 4, точнее 9 квадратиков, галочки поставили, после этого можно перезагружать смартфон, можно поставить режим полета, и после этого у вас в смартфоне будут прописаны два новых e-mail. на этом все, кому было интересно, кому помогло, я думаю, надеюсь, что это будет полезная информация для многих, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, буду периодически снимать вот такие вот, по моему мнению, интересные ролики, спасибо, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok